основное давление принимают на себя стены дома все рабочие зарабатывают с объема выработанного бетона если ты убираешь воду под фундаментом нет соответственно нечему там замерзать промерзать расширяться и подымать твой фундамент и чтобы потом не переживать проектировщик клопнул его туда тебе как заказчику да а ты потом мучаешься друзья приветствую вы на канале кирилл красин в начале видео я прочитал комментарии и человек пишет кирюх как сэкономить на фундаменте чтоб не заливать монолитную плиту не гробить туда кучу бетону заработал по кубатуре и два слоя арматуры так далее и тому подобное но он он правильно мыслит человек который писал комментарии спасибо тебе он говорит такую вещь но вот тот объем бетона который уйдет на плиту в калининграде сэкономить на ленточном фундаменте можно легко потому что за всю историю ниже 50 сантиметров глубина промерзания не проходила соответственно что говорит мы земли уходим 50 см а человек говорит я живу в уфе у нас глубина промерзания 2 метра так вот если мы прокопаем траншею двухметровую глубину нужно ниже точки промерзания пройти то мы тогда вглубь тот бетон который мы хотим сэкономить не тратить на монолитную плиту мы его угробим туда в эту траншею на глубину промерзания 2 метра и возьми вот этот фундамент 10 на 15 с двумя несущими стенами если посчитать здесь 50 земли уходит а у тебя на полтора метра будет даже больше уходить землю и в чем тут экономии как выйти из этой ситуации можно ли из нее выйти объясняю выход есть сейчас все четко по порядку себе этого не скажу потому что все рабочие зарабатывают с объема выработанного бетона допустим в этом фундаменте есть 30 примеру кубов бетона умножаем их грубо говоря на 3 там 4 5 или 6 тысяч сколько стоит в вашем регионе куб бетона выработать и вот получается ваш заработок если вы сейчас в уфе грубо говоря эту технологию которая сейчас скажу будет применять люди соответственно в два раза бетона на фундамент будет уходить меньше поэтому два раза меньше они не недополучат от тебя денег а тебе как за строчку чтобы ты на меня не злился я тебе говорю пускай такие же видео пулять чтобы помочь тем людям которые не имеют на сегодняшний день денег вот так они живут просто примив по факту понимаешь нет возможности дай им пользу они и так у тебя не купят ничего не имеют просто возможность ну ты хоть помог понимаешь и тебе на сама жизнь вернет для понимания глубина промерзания если берем опять-таки эту уфу до чтобы у нас фундамент не подняла почему нужно пройти точку промерзания потому что то вода грубо говоря которая выше точки промерзания если ты не про не прошел морозы дают вода при замерзании расширяется подымает твой фундамент ну и соответственно фундамент лопается чтобы этого избежать нужно пройти эту точку промерзания если она на глубине 2 метра там ты сделал там 210 220 все там ниже плюс там никогда не промерзает соответственно там вода не замерзнет и не подымет твой фундамент если она грубо говоря не глубокая ты и прокопал у тебя есть траншея да если она глубокая два метра представляешь ты в траншеи находишь она вот такая у тебя она же может обвалиться тебе нахер передавить поэтому ее как минимум нужно копать вот таким конусом соответственно эта техника у тебя нагружается туда тебе потом обратную засыпку это все убирать ну и пошел туда этот весь материал который мы будем хоронить такой ты тебе в начале видео сказал чтобы уйти от этого пучения от морозности нужно на пойти либо точку промерзания либо второй вариант убрать влагу как ее можно убрать значит мы прокопали вот эту траншею назовем ее конусом подсыпаем послойно песком и трамбуем ее доходим до глубины допустим 50 сантиметров оставляем и на этих 50 сантиметров это как под подушка послойной то есть вот те 22 метра которые нам нужно было заливать бетоном нам нужно подсыпать песком рядом соответственно ты прокладываешь там дренаж по периметру дома который забирает эту лишнюю влагу из этого выходит что промерзание никакого нечего там замерзать грубо говоря расширяться и поднимать твой фундамент по факту еще для успокоения души делается утепленный отмозг теперь давай давай посчитаем теперь в по выгоде смотри мы пускаем вот на эту глубину до метра общая высота фундамента мы пускаем ряд нижней арматуры он идет из 12 арматуры верхний ряд идет из десятки арматуры все у нас идет по факту два ряда которые держат эту нагрузку фундамент чтобы ты понимал почему нижняя 12 верхняя 10 арматуры нижний идет на растяжение грубо говоря арматура на сопротивление дает а верхняя но нажать и сжать и она не такое критичное как растяжение поэтому снизу идет 12 сверху 10 арматуры также как и на монолитные плиты не надо так делать на плиты перекрытие заливать снизу кидает 12 арматуры сверху у тебя пойдет можно кинуть и просто сетку сварную вторым рядом но это неудобно по ней ходить никакие проставки не поставишь поэтому не нужно в идеале это можно делать но это не делают просто там из-за какого-то там неудобства либо и из-за страх но если мы уходим то есть вы поняли здесь идет по периметру просто два прутать снизу 12 арматуры два прута сверху идет 10 арматуры но идут хомуты которые обтягивают эти армирующий каркас то в плиту уходит не знает она раз 5 арматуры больше что там идет ячейка 20 на 20 сечением и ты выкладываешь внизу 12 арматуру там сверху 12 арматуру их реально там на арматуре ты вот просто одно разорение на такой фундамент плюс количество бетона вот эти там 30 сантиметров 35 и вот эту площадь 100 квадратов грубой давай в простоте тебе быстро посчитаю 100 квадратов дом уйдет читаем 3 сантиметров 3 с кубов идет а на плиту 100 квадратов идет 40 до 50 метров 303 куба 15 ровно в два раза выходит дешевле арматуры 1 5 уходит больше в плиту чем в ленточный фундамент ну и вот мы раскрыли такой момент как можно сделать мелко заглубленную это ленту важно убрать влагу повторюсь чтоб не было этого мороза не было пучения там не было расширения воды и не треснул ваш фундамент выбор фундамента чего зависит во первых ну от грунта основной я всегда часто много говорю что зачастую выбирают проектировщика заходит в интернет а интернет вы тем более этот к виду ситуации все люди без границ работать не знаю ты в калининграде а он в хабаровске проектировщик у тебя геологии не сделано поэтому тут есть такой но тоже обоснованный рис не надо им только так чисто пользоваться в минус заказчику просто чтобы сохранить свою задницу и побыстрее наверно взять денег заказчиков просто льют туда ленту этот монолитную плиту потому что это по факту универсальный фундамент и реально он прочный ну не во всех случаях конечно он подходит ну там в 90 на 5 случаях это монолитная плита на везде подходит поэтому чтобы не заморачиваться и чтоб потом не переживать проектировщик хлопнул его туда тебе как заказчику да а ты потом мучайся если вы уже обращаетесь проектировщику вам нужно апеллировать такими фразами может я сделаю лучше геологию а можем ли мы заменить монолитную эту плиту допустим на ленточный фундамент или там какой-то свайно-ростворки в фундамент кстати он тоже подойдет туда и вам нужно пройти это забурить у меня есть один дом который неделю или две назад был продан мы с кариной строили года четыре назад мы делали на свайно-ростворком фундамент что такое мы просто сами брали 200 бур у меня на полтора метра мы туда забуривались отверстие шагом мы делали два метра потом сворачивали рубероид в кольцо опускали в это пробуренное отверстие и вставляли каркасы из арматуры которые между собой ставлен там если из трех арматуре грубый каркас опускаешь туда и заливаешь все эти свои в уровень потом это все посыпаешь песком в ноль эти свои выставляешь в плоскости выставляешь ростверк это опалубку и заливаешь на это свои ленты получается что свои у меня на дом 16 на 11 по моему ушло полтора куба на свои читай деньги вот тебе можно сделать подобный ты просто проходишь глубину промерзания свои что такое полы по грунту это когда вот вы залили ленту внутри обратная засыпка вы ее тромбанули и сразу же заливаете стяжку да вот тут есть два два момента то есть если первую стяжку сделали допустим все 7 сантиметров потом на нее вы укладываете пенополистирол трубы теплого пола и потом заливаете 2 стяжкой да но можно обойтись не делать первую стяжку при моменте когда ты утепляешь десяткой экспрессом то есть у тебя обратная засыпка первую стяжку ты не заливаешь укладываешь десяткой fps в уровень дальше прокладываешься пена этот трубы теплого пола и заливаешь тяжко у меня первый дом это бетонно-бутовый фундамент мы купили на карьеры вот эти природные булыжники тогда машина стоила 15 тысяч рублей для была прокопана как я сказал в начале видео метр-двадцать на глубину промерзания траншея мы заказывали просто раствор на этом бетонозаводе заливаешь раствор туда опускаешь эти булыжники но у нас бобкет был он закидывал в траншею потом послойно потом опять булыжники они залил их раствором потом опять булыжники раствор булыжники чтобы они были перемешаны и таким образом они между собой но как-то играют как и не нужна арматура там арматуры вообще нет дом стоит прекрасно уже там 15 лет и ничего с ним грубо говоря не случилось но фундамент он рассчитывается таким путем он принимаете на себя нагрузку от стен он высчитывается исходя из строения и нагрузок который будет давать дом на на фундамент а дальше фундамент уже почему мы мы дальше подходим к этому вопросу фундамент уже на себя нагрузку принимает грунт поэтому если ты неправильно не разобравшись грунтом на мягком грунте залил ленту она может уйти у тебя в землю нужно дойти до плотных грунтов даже геология в этих случаях не поможет потому что там там сделали забурились там забурились там забули там у тебя угол дома где была свалка и не такой плотный грунт и получается вот эта часть состоит на плотном грунте а то на слабом грунте тот угол у тебя провиснет как выходить из этих ситуаций всегда у нас ребята они лопаты еще проходят до того как лопату втыкаешь она на сантиметр туда дай бог уйдет это уже есть плотный грунт там можно делать как сказать ленточный фундамент важно до этот момент дойти даже если ты прошел глубину промерзания там грунт у тебя мягкий либо торфяник там нельзя ставить ленточный фундамент он просто уйдет туда взять как относишься композитной арматуре в фундаменте вот эта композитная арматура вокруг нее идет такое волокно обматывается пластиковая арматура ее вам нужно найти прям надлежащего качества потому что большинство этих арматур которым им по калининграду смотрели они в щелочи короче растворяются спустя какое-то время теряет свои свойства во вторых это вообще неудобно вам с этим работать вы больше там геморрой наживете себе и когда будет туда бетон падать он ее там в труху разобьет либо где-то примет она же не такая жесткая как металлическая короче с ней неудобно это прям такая зона риска я бы не советовал если еще в ленточный фундамент хотя там восьмерка пластиковых заменяет десятку по моему по диаметру металлическую арматуру пусть она крепче но факт в том что не все они надлежащего качества важный момент что я говорил что два прутка идет у нас снизу два сверху это при учете что мы находимся в калининграде у нас общая высота вот эта раскладка два снизу два сверху если у вас общая высота ленты сантиметров 80 идет тогда средний ряд не нужен мы прокладываем сверху снизу снизу идет 12 сверху десятка напомню чтобы нижний ряд он на растяжение работает основная нагрузка на него идет а верхние нажатие ну поэтому туда наверх и 50 средний ряд мы вообще выбрасываем и а многие делают каждые 20 сантиметров но она просто не работает средний ряд там не работает вот другими словами так поэтому это просто но если для успокоения души можно сделать как-то волновало меня раз этот момент единственного правильного мы сделали это работает чувака я нашел который делает каким путем это все вот дом стоит вот здесь себе пристройку нужно ленту залить да поэтому глубину ты делаешь прокапываешь траншею здесь находясь ближе к дому она меньше будет от дома уходит она идет все глубже таким путем когда встает пристройка она начинает давить к дому здесь основание вдали от дома он же прям основательно туда не прося здесь глубина меньше на слабый мелко заглубленный грунт получается идет все давление это идет давление к стене таким путем он но не отходит то что ты завяжешь я бы не завязывал потому что он будет все равно оседать он потянет за собой это уже существующую пристройку такой важный момент как сохранить деньги на материале еще я же смотрю как строит в центральной части россии где действительно морозы да и они берут мы берем опалубку делаем из даст из доски 100 на 25 ширина 100 толщина два с половиной сантиметра 25 миллиметров и многих ее они переживают что это говнощиты их выдавливают вот из этой вишна всю длину же видно его нигде не повело это сделано из доски 100 на 25 мы его правильно раскрепляем главная ошибка при ленточном фундамент смотри смотри здесь в чем прикол фундамент же высчитывается под нагрузки дома так вот ты высчитываешь допустим под каркасник такой фундамент будет под газосиликат такой под кирпичный ну если это там какой этот кирпич как он называется силикатный кирпич там больше весит другой фундамент они бьются за фундамент в то же время нагружают его нагружает его чем вот тут пример простой сделал лента залито дальше процесс какие песок заказываете делаете обратную засыпку ее отрам будете этот пирог все делают да но не не каждый на эту обратную засыпку заливая стяжку то мы заливаем 7 сантиметров стяжку в которой не арматура заложена даже сварная сетка другие люди берут и заливают еще сверху на плиту 15 сантиметров а сверху на ленточный фундамент плиту вяжут арматуру десятку либо двенадцатую пленку туда опалубку и заливая сверху 15 сантиметров плиту ну представь какую-то дополнительную нагрузку даешь своему фундаменту а мы уже сколько раз ролики записывали что основное давление принимают для себя стены дома поэтому вот сюда можно вообще ничего не заливать построить дом и он будет стоять понимаете ставь сюда раскладушки и спи это плита это стяжка пола она никакие ну нагрузки там ну грубо говоря не несет нагрузки там будет если ты ходишь там кресло поставил там чапа пробежал там ход миски шкафы телевизор и так далее все давление идет вот на эту ленту поэтому я говорю что вы можете полы по грунту сделать чтобы не заливать плиту и это прям выход посчитай сколько сюда если на дом 150 квадратов 15 сантиметров толщину плиты которую обычно люди люди до сих пор это вижу это будет 22 с половиной куба ты отдашь сюда на эту плиту плюс арматуры сколько ты отдашься до десятки либо двенадцатая не же так же как мы на план под аналитную плиту вяжут с ячейкой 2 на 20 десятую либо двенадцатую арматур посчитай сколько денег взамен если ты сюда на 10 тысяч купишь сварной сетки зальешь тяжку толщиной там семь сантиметров ну грубо говоря 10 кубов мы сэкономили и на арматуру мы деньги не потратили бригады берут за выработанный куб бетона если ты залил плиту сверху на ленту 15 сантиметров отдал 22 с половиной куба 5000 куб стоит тогда грубо этом 110 тысяч рублей при моем раскладе который тебе никак не повредит на качестве ты заливаешь эту стяжку грубо говоря как под бетонкой отдаешь туда всего 10 кубов за работу 50 тысяч рублей отдал они 110 за бетон то отдал также 50 тысяч они там 130 тысяч рублей ну и за арматуру ты за сетку отдал 10000 рублей взамен там арматуру у тебя уйдет там тысяч на 50 вот тебе простая математика так я всегда людям говорю потому что понимаю что есть страх у человека что мало ли дом не устоит при этой технологии хотя повторюсь вот эта стяжка внутренняя она никак не влияет на нагрузки эти на конструктив дома и так далее и тому подобное самое важное это лент мы строим экономно не теряя при этом качество кстати вот этот дом который между двумя строениями это дом для меня я сделал под него закрытый чат в telegram телеграм-канале где все показывал вообще как фундаменты эти делаются и причем в начале перед строительством дома я дал задание там порядка 200 человек в чате находится я сказал вот этот тип фундамента возьмите и закидайте в свои компании в штучки 3-4 в своем регионе если будет задавать вопросы у нас глубина про не надо скажите вот просто мне сделайте посчитайте под эту вот общую высоту сколько будет стоить самый дешевый то что им сказали тогда был по моему на 400 что ли 50 тысяч дороже чем мы его сделали поэтому там пользы реально вот пользу стоит по моему там 4 чем-то тысячи доступ ну ты по нескольким видам фундамента там все разложено по полочкам как арматуру вязать как пленку стелить как прокапывать как 4 скреплять как бетон принимать и так далее и тому подобное ну для тебя будет огромной пользой прямо не пожалеть денег перейти туда и посмотреть ну и все спасибо что досмотрел это до конца пока